И про Атартен рассказать, куда вот... Про Атартен можем сначала показать. Была цель похода группы Дятлова, в общем-то. Основная цель, да. И вот эта высота, которая для дятловцев так и осталась непокорённой, не удалось покорить экспедиция, и Настя Матвиенко покорить смогли. Давайте посмотрим короткий фрагмент, несколько кадров с горы Атартен и продолжим разговор в прямом эфире. Меня зовут Рита. Меня зовут Алексей. Мы водители трамвая. Мы также любим всё таинственно, и поэтому погнались больше, наверное, не в поход, а за тайной на перевал Дятлова. Фрагмент фильмов ужасов. Ну вот можно легко себе представить Настю. Вот там, собственно, ты мистичность этого места ощутила. Да, вот, собственно, хотелось бы рассказать о съёмках. Боялась снимать, боялась за технику. Мы шли. Вот Евгений Владимирович возглавлял, можно сказать, нашу команду. Ну, был одним из наших участников этой маленькой экспедиции. Была хорошая погода, была солнечно, было прекрасно. Но вот вся мистика началась, как только мы подошли под ножью. Испортилась погода, стало холодно, начался дождь, усилился ветер, то есть дождевики не спасали, нас просто сдувало. Ну, в общем-то, мы продолжали путь, как-то нам не страшны никакие препятствия, но после того, как видимость стала пропадать, то есть мы попали, вот на какой-то момент я подумала, мы либо в раю, либо в аду. Просто мы идём в тумане, в молоке, мы видим друг друга на расстоянии 50 метров, потом вроде бы меньше, и как-то страшно, не хочется отступать, и надо куда-то идти. Хотели увидеть обзор с горы, но ничего не было видно, мы видели только свои фигуры, вот такие немножко трясущиеся. Ну, было страшно, но мы шли вперёд. Евгений Владимирович, это какая-то мистика от Артен, или, ну, в общем, просто обычные, на самом деле, погодные условия, Северный Урал, горы и так далее? Я считаю, что обычные, такие в горах условия встречаются часто. Ну, обычно, конечно, в таких случаях группа останавливается. То есть, ну, в тумане идти, ну, можно идти на ощупь. Ну, вот у нас был хороший проводник, и он нас вёл, в общем, повёл правильно, и мы даже в тумане смогли выйти на вершину. Вот так, достаточно уверенно. Вот подошли вот к этим вот чёрным воротам, где вот там радиометр стоял, я просто измерил, ну, радиация достаточно в норме. Ну, а вот эти легенды про то, что ворота, они не впускают, но если уж впустят, то точно не выпустят и так далее. Про то, что от Артен никого к себе не подпускает вообще блин. Ну, я традиционно прошёл эти ворота насквозь и вышел обратно тем же путём. А потом обошёл их вокруг, вот, ну, вокруг все ходили, но почему-то вот не все решались пройти. Вот, собственно, из-за вот этих вот круговоротов нас потом погода плохая преследовала. Мы уходили, когда уже спускались, опять погода стала ещё хуже, пошёл дождь ещё сильнее, гроза. То есть мы только дошли до палатки, там ещё несколько часов шли до палатки. Вообще просто я думала, что всё-таки от Артен нас вот так наказывает за... Вот мы, когда были вот на этой, это самое-то, вершине Халачахаль, ведь шло всё именно оттуда, от вас. И я уже, это самое-то, грешным делом подумал, что они нагрешили, вы ли там чем-то прошли куда-то. Вот весь, это самое-то, фронт прямо было видно с вот этой горы, дожди, всё это дело. Ну, это, конечно, всё мистика. Я так думаю, что наш самотопоход, даже, так можно сказать, очень даже закончился благополучно и удачно. Хотя даже эту самотомашину мы долго ждали, но мы успели везде. За исключением вот этого рассинхрона с машиной, не было никаких форс-мажоров в походе? Так это не форс-мажор для местных жителей. Они обычно так по солнцу ездят, не по часам. Ну, мы помним, как зимой не забрали группу студентов. Да, что они это самое-то шли на лыжах, да. Но это был форс-мажор, что они это самое-то на последних, так можно сказать, это самотопродуктах, но они выжили. Ну, я думаю, вот наш-то самотоводитель, значит, он был Иван, его звали. Ну, это что вы так переживаете? Я знал, что вы там. Ну, такая вот дорога. То есть, шли это самое дожди. Я бы абсолютно вас бы забрал бы. Даже если бы вы не сели бы на этот поезд, то бы вы это самот... Всегда бы доехали. То есть, вот он просто... И успокойствие нас тоже успокоило. Все реки набухли, еле-еле мы переезжали, все мосты сожжены. И только такая огромная машина «Урал» могла переехать вот эти препятствия. Евгений Вадимович, у вас есть своя версия, и вы ставите перед собой исследовательские, расследовательские задачи перед походом? Или для вас это поход вдохновения, поход романтика и так далее, и так далее? Ну, это и то, и другое. Поскольку, понимаете, у меня свой взгляд на эту, вообще, на всю эту историю. Я её занимался и занимаюсь очень долго. Она меня продолжает почему-то держать. Может быть, потому что мне так активно сопротивляется много людей. Понимаете, у меня взгляд такой, что сейчас вот есть, понимаете, россыпь, вот эти вот версии россыпь, это фактически россыпь субъективных мнений. И есть объективное, подтверждённое, так сказать, описание событий, которое подтверждено конкретными фактами, подтверждено конкретными данными, выводами специалистов, понимаете. Лавина, холодный фронт, пик вообще солнечной активности, аномальный в то время, вообще аномальный пик аварийности в туризме и в альпинизме. То есть, ну, это вот всё в книжке и в фильме у нас приведено. Ну, конкретика, понимаете, истина, она всегда конкретна. Вот нашёл... Это ваше субъективное мнение. Расскажите... Вот моё субъективное, я считаю, мнение. Вот нашёл я вот этот кусок алюминия в речке, понимаете, ну, это вдали от перевала Дятлова. Вот. Я посмотрел, мне вначале показалось, ну, ложку, может быть, сплавили в костре. И вот... Но потом я вспомнил, вот в 70-е годы мне говорили, что вот такие вот брелки, капли, носили после взрыва царь ракеты. Понимаете, вот этой лунной ракеты, Н-1, которую, значит, пытался ещё Королёв сделать. В общем, я понял, что это, да, это капля вот расплавленного металла от взрыва ракеты. Ну, ясно, что эта ракета летела с Плесецка. Может быть, из Бершети база РВСН 450 километров вот до перевала Дятлова. Понимаете, но эти базы появились уже значительно позже, чем вся эта авария Дятлова. Понимаете? А в то время, в 59-м, туда, в те районы никто не стрелял. Это мне известно как объективный факт. Известно по данным опытных людей, конкретно академика космонавтики Железнякова Александра Борисовича, у которого все эти пуски есть. Понимаете? Не стреляли, не пускали, не летали. Тогда что, может быть, мистика? Есть легенда о том, что задолго до Дятловцев там погибли 9 красноармейцев, потом были и так далее. Вот это число 9 преследовало место. Нет, вот этой мистики тоже нет. Потому что, вот если изучить, скажем, вот это вот дело всё, от корки до корки, никто из Манси вот этих легенд не излагает. Понимаете? Никто не называет гору Халачахль горо мертвецов. Никто не говорит об этих легендах, там, о 9 погибших. Понимаете? Это всё появилось после вот этого случая. Никто не называет «От Артен не ходи туда». Это выдумка. То есть вот эти вот все легенды, понимаете, все вот эти вот субъективные мнения, они отбрасываются при проверке. Надо только внимательно проверить вот документы, факты, и они будут отброшены. Понимаете? Но когда люди не знают вот об этих вещах, ну они начинают вот выдумывать. Юрий Константинович, а после того... Вы знаете, в связи с тем, что Евгений Вадимович, значит, объективист, и я думаю, в следующий раз он всё-таки хоть раз в жизни сходит туда зимой, пощупает снег. И тогда уж точно утвердится в своей нерке. Ну, зимой там трудно что-либо найти, понимаете? Когда всё прикрыто снегом, вот эти артефакты там уже не найти под снегом, понимаете? Объективного мнения разница. А вот объективно найти там можно только летом. Разочек сходите до зимой и подтвердите. Я так понял, что Ирина Дорошенко, она не приехала, да? Она приехала, да. Она в Екатеринбурге, сейчас у Юрия Константиновича дома, завтра отправится на могилу. Она писала мне, то есть, ну как бы это сам это завершая наш эфир, мне бы так хотел сказать, что мы как раз-то сам это в первый день, когда были в вашем добром городе, мы вам немножко солнышка привезли, и оно нам, между прочим, там и повезло, то есть, это сам это 8-7 дней были на... Вот в облаке, вот откуда, значит, понятно. Это было солнце. Мы были на всех двух кладбищах, то есть, ну там немножко подработали всё это, сам это выровняли, положили гвоздички, вот. Это Ростову мы обязаны? Ну это, ну, я так думаю, да. И Санкт-Петербург, да. Ну вообще там погода, я скажу, вот с туристской, по туристским понятиям, погода нам досталась, я считаю, очень хорошая. Потому что непогода в горах, это, ну, достаточно обычное дело, и то, что нам досталось, в общем, очень-очень хорошо. Да, были вот эти фрагменты непогоды на Тартене, были фрагменты непогоды при возвращении с Тартена, и был фрагмент вот на самой концовке, нам хвост причиняло. Зрители интересуются про возможные угрозы, были ли встречи с животными, Сергей спрашивает, встречали ли животных, тайга как-никак, под Ивделем полно медведей, брали ли оружие, интересуются вследствие Лены? Вот лишь, я могу так сказать, что это самый основной враг именно этого похода, это болото и комары. Больше это самое-то животные, то есть они как можно дальше туда ходят, даже это сам это водитель так рассказывал, то есть там, где не ходят, там редко это самодельство машины, но может быть это самое пересечет медведи, медвежонок или лось, то есть она тропах, я так думаю, ну кроме этого самого вот этого болота, гнуса и комаров, там ничего нет, но еще и усидчивость, вот чтобы идти, 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 вот то, что мне был дан такой пример. Целеустремленность? Еще, я бы так, это самое-то хотел сказать, вот я сам, это самое-то личное, это самое-то посетив перевал, мы, значит, в самом-то прошлый год был наш фильм, да, сделанный, вы его все уже посмотрели, я решил сам все это полностью пройти, то есть наш новый фильм будет именно так и назван, то есть та самая точка невозврата, я так думаю, что после Нового года его все увидят, все россияне, вот, мы... Да, спасибо большое, мы поняли, будем ждать. Мы лишь, мы лишь только покажем, не то, что какие-то там версии, там, вот эти там сто, там версии, или сколько-то, мы просто это сам это покажем, что мы именно наш сам это поход посвятили именно вот этому юбилею, этой... Этой дате. Да, трагедии, вот этой... Спасибо большое, еще один короткий фрагмент экспедиции на перевал Дятлова, посмотрим прямо сейчас и продолжим разговор в студии. Последний раз версия вчера поменялась, поэтому, не будем уже, как бы, это все озвучивать. Озвучить, это интересно, почему поменялась, и что за версия? Непреодолимая сила. Ну что за непреодолимая сила? Мне объяснило, я желаю чистому узору. А почему версия-то поменялась? Ну, слушай, приближаемся, и, как бы, действует какая-то энергия. Чувствуете? Однозначно. Корреспондент ЕТВ Настя Матвиенко тоже почувствовала силу и вот этого места. Вернулась с перевала Дятлова сегодня утром вместе с очередной экспедицией под руководством Юрия Кунцевича. У нас новый гость в студии Сергей Фадеев, писатель и следователь, участник этой экспедиции. Сергей, я знаю, что говорили мы и смотрели, показывали телезрителям тот самый кедр, на который, вот, по, в общем-то, материалам дела взобрались двое участников похода. Нет, это не этой цифры, что двое, трое. Так или иначе. Я знаю, что вы не верите в этот кедр, во всяком случае считаете его фальшивкой. В какие еще материалы, факты этого дела вы не верите? И что для себя нашли, открыли вот в этой экспедиции? Верить, не верить, здесь, конечно, вопрос очень большой, на самом деле, громадное количество версий. И все они не могут быть правдой. Это однозначно. Ну, по деталям, конечно, тоже есть много расхождения. В частности, я придерживаюсь другой точки зрения, о том, что кедр был в свое время, его, как бы, не нашли, что его, действительно, он погиб. Это моя точка зрения. А вообще, цель экспедиции была исследование вот этих самых мест, то есть место палатки, место раскопа, предполагали. То есть, это, как бы, второй год уже у меня, это данная экспедиция с помощью Юрия Константиновича, фонда, как бы, помогает, с чем могут всегда. Да, причем всем, и несмотря там на расхождение, расхождение с точки зрения. А вам это зачем? Вот лично вам это зачем? Ну, как сказать. Ведь у каждого человека есть какие-то свои, ну, как сказать, увлечения, которые, в конечном счете, могут перейти в какое-то более, больше, чем увлечений. Так же, в принципе, произошло и у меня, там, два года назад. Поэтому, как-то, до чего-то достичь, что-то все-таки сделать, продвинуть исследование. То есть, в конечном счете, надеюсь, что это все поможет раскрыть тайну. Я уже в прошлом эфире говорил, что она будет все равно раскрыта к 60-летию. Это, в этом, у меня просто есть убежденность определенная. Она не на пустом месте, конечно, основана, но объяснять ее очень сложно. А так, понимаете, в расследовании никогда не бывают мелочи. То есть, нужно все, а такие мелочи, как место происшествия, его обследование, оно просто обязательно. Поэтому и нужно обязательно все это устанавливать. Мы сейчас собрали, мне в этом году помогал сын, очень много видео, фотоматериала. Будем его сейчас тщательно анализировать и выкладывать. Юрий Константинович, я понимаю, что видеокамер, фотокамер было больше, чем туристского снаряжения. Ну, сейчас такое время мы живем, когда это уже не стало дикоинкой какой-то. Естественно, что не зарегистрировал один фотограф, зарегистрировал другой. И потом мы это все суммируем, у нас нет разделения. Мы делимся материалом совершенно четко, и вы это сами увидели, убедились в этом. Насколько опасны походы на перевал и есть ли данные о погибших, о несчастных случаях после 1959 года? Да вы знаете, они не опасны, опасны не походы, понимаете. Опасно то, что мы не ходим туда, в памяти не держим вот эти события. А тот, кто там никогда не был, он, конечно, реально не представит картину эту. А мы даже летом, пройдя вот эту тропу дятловцев, мы сразу ощущаем, как они топтали снег этот, глубокий снег по лесу, топтали зимой, чтобы выйти к этому плотному снегу. Выйдя на плотный снег, они там снимали лыжи, шли уже в ботинках, бахилах. И это чувствуется, я понимаю, Евгений Вадимович, что он, хотя там и не был ни разу зимой, но он это представляет. Как это пройти вот этот путь зимой? Он тем более, в горах всегда снег есть. Юрий Константинович, полторы недели назад, когда мы провожали здесь в этой студии вас в поход, пообещали, что Настя вернется с медалью, с знаком отличия, где медаль, Настя? Да, это не медаль, это орден, орден Святого Георгия, который мы учредили, да, учредили. Хочется попросить, собственно, тебя приколоть. Она не в пиджачке. Я не в пиджачке. Так что, да, мы даем это всем участникам расследования за то, что они вносят лепту в разведку вот этой самой причины. Будущее вот этого места, это, ну, превращение в такую, что, туристическую Уральскую Мекку, в туристический маршрут официально разработанную? Где нужно развивать туризм, туда нужно тащить дорогу. Мы все убедились, что дороги там нет, мосты все развалены. Туда надо тянуть, чтобы Майси могли нормально развиваться. Они же сейчас гибнут, осталось 150 человек Майси в нашей области. Это же понимаете, когда-то это огромные поляныши, где паслись, огромные пространства, где паслись олени. И люди жили своей культурой, своим языком. И об этом, помните, однажды у нас тоже была в этой студии передача, и Слепухин прекрасно говорил о том, какие проблемы. Но они не исчезли, эти проблемы. И хотелось бы решить их проблемы. Что нужно высушить болото, засыпать топи и асфальтированную дорогу? Избавив вас Бог, пусть болото существуют, они ведь нас кормят. Это на внешний первый взгляд кажется, что болото исчадья ада. Нет, вот только что Сергей Михайлович сказал, что болото его включили мозги, а он стал работать. Значит, Настя тоже, она говорит, что комары – это вот единственная радость, которая осталась в памяти. Всё забылось, а комары помнятся. То есть мы помним, что у нас есть девственные такие места на Урале, где люди живут нормальной, полноценной, полнокровной жизнью. Им надо помогать. Не водку им туда везти. Очевидно, с концертом, с песнями, с гитарой к ним приезжать. У них что-то переним. Спасибо большое. Будем подводить итоги. Но сначала хочется подключить к нашему разговору писателю Национу Матвееву. В своё время она написала книгу «Перевал Дятлова» или «Тайны девяти», ставшую настоящим бестселлером. Так получилось, что мы записывали интервью с Анной. И она рассказала, почему походы не смогут поставить точку в расследовании этого дела. Анне, слово, и будем подводить итоги нашего разговора. Я думаю, что правду надо искать не на «Перевале Дятлова», в ходе каких-то расследований, каких-то путешествий туда, заплывов. Мне там рассказывали, что там чуть ли не в танце кто-то туда идёт или на велосипедах пытается заехать. В общем, уже все абсолютно всё сделали. Я думаю, что правда хранится в каком-то архиве. И если вот нашёлся бы достаточно такой влиятельный человек, который сказал бы, что эти архивы можно рассекретить, мы бы узнали... Президент России? Ну, наверное, да. Я думаю, что где-то это правда, где-то этот документ лежит. Может быть, он даже уже никому не интересен, просто его всё равно не спешат рассекречивать. Наверное, так. На какие-то умы светлые, на какие-то открытия я не рассчитываю. Мне кажется, что все уже всё сказали. Это прямой эфир программы «Сумма мнений». Сегодня вспоминали, восстанавливали хронику очередного похода на Перевал Дятлова. Наш корреспондент Настя Матвиенко поучаствовала в экспедиции. Спрашивали телезрителей, интересно ли вам узнать правду о трагедии на Перевале Дятлова. Варианты ответов, как обычно предлагали. Как сложились голоса, узнаем прямо сейчас. Полную версию интервью с Анной Матвеевой, фрагмент которого посмотрели только что, можно будет увидеть на телеканале ЕТВ в эту пятницу в 21.00. А сегодня на нашем телеканале в 11.00 фильм Эдуарда Онищенко, режиссера из Ростова, который только что был здесь у нас в студии. Неоконченный маршрут с фактами, расследованиями, деталями вот этого дела, этой загадки 21.00 века. Результаты голосования узнаем прямо сейчас. 54% интересуются этой историей. Да, конечно, интересно узнать правду. 8% эта история уже порядком надоела и утомила. И 38% думают, что правды здесь уже никогда не узнают. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Будем следить за материалами на телеканале ЕТВ, за видеохроникой этой экспедиции. Спасибо большое. Увидимся в прямом эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин